Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме и крайне призвать всех женщин, мужчин, кто смотрит это видео, для того, чтобы пересмотреть все бюстгальтеры ваших жен, женщины, все свои бюстгальтеры. Действительно, сейчас проблема очень серьезная, и я это видео назвала не просто так, а назвала, что выкинь свой бюстгальтер, свой лифчик, потому что часто он вам просто не подходит. Давайте сегодня разберемся, как же правильно подбирать белье и от какого белья необходимо избавиться. Поэтому вы обязательно пишите мне ваши вопросы, которые вас интересуют, и также, друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться и обязательно задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением. Действительно, сейчас многие женщины идут в разные магазины, на разные скидки, акции, и покупают огромное количество белья, и часто это белье вам не подходит. То есть, не просто так созданы целые магазины нижнего белья, где существуют продавцы-консультанты, которые вас меряют, объем, чашечку, да, и выбирают вам нужное белье. Да, вы мне сейчас скажете, что не у всех есть возможности сходить, да, в такой магазин. Да, сходите, может быть, купить там достаточно дорогое есть белье, есть не очень дорогое, там скидки абсолютно точно в этих магазинах есть, и хотя бы продавец-консультант вам померяет, и вы будете знать, какой вам нужен размер, какая вам нужна чашечка, потому что просто так покупать, и часто у нас женщины как любят, да, покупать, расскажу вам секрет, все намного меньше, чтобы титечки вот так вот вплотную-вплотную-вплотную-вплотную шли, прямо аж вот так вот, да, для того, чтобы было красивое декольте, да, что женщина смотрит, и здесь вот так вот титечки стоят. И вот это, друзья мои, крайне неправильно, потому что вы себе, да, это красиво, да, вы привлекаете мужчин, я не спорю, но вы себе устраиваете застой крови и застой лимфы, а это чревато как раз различными онкологическими заболеваниями. Почему я крайне не рекомендую подбирать такие лифчики, которые вам давят, натирают, и в котором вам туго, то есть вот от них нужно избавляться. Да, они красивые, я не спорю, если вы одели какое-то платье, прошу прощения, если вы вышли на какое-то мероприятие, то единожды этим способом воспользоваться можно. Но я знаю очень большое количество женщин, которые практически ежедневно вот так вот делают титечки, вот так их сводят со всей силы, чтобы вот у них каждый день было такое красивое декольте. То вот здесь, друзья мои, не удивляйтесь, откуда у вас будут разные проблемы мастопатии, узелки, припухлости, нагрубания и так далее. То есть здесь вопрос очень-очень серьезный. Поэтому я вам крайне-крайне не рекомендую все-таки в таком белье ходить постоянно. Дальше. Обязательно нужно избавиться от лифчиков, от которых у вас реально остается узор на теле. То есть вы бюстгальтеры сняли, а у вас вот здесь лямочки, вот здесь косточки и вот здесь все. Это означает, что действительно он вам натирает и он вам не подходит. Поэтому мужчины, следите за вашими женщинами. Часто они совершают такие ошибки, от которых потом мучаются в течение всей своей жизни, что я крайне не рекомендую. Все-таки помним про застой, да, в молочной железе. И это ведет действительно к серьезным заболеваниям. Теперь подумайте, надо ли вам, чтобы у вас вот титечки каждый день так стояли в декольте, а потом лечиться от какой-нибудь неприятного заболевания в течение своей оставшейся жизни. Я думаю, что многие все-таки ответят, что нам такого не надо. И лучше мы купим более удобный, комфортный бюстгальтер, чем потом будем вот страдать постоянно от этих неприятностей, тратить огромное количество денег, да. Соответственно, и также, если вы заметили, что грудь отекает, где-то болит, что во время носки бюстгальтер у вас неприятные ощущения, когда вы снимаете, вы чувствуете, что вот прямо вам стало намного легче. Это означает, что действительно от такого бюстгальтера вам надо избавиться, да. Он тугой, он вам давит, он вам натирает, грудь у вас отекает, происходит очень серьезный застой. И мы не знаем, как он дальше, этот застой может проявиться, да. Как бы обычно по исследованиям, что если женщина постоянно входит в бюстгальтере, в котором ей неудобно, то это очень большой фактор риска для развития онкологических заболеваний практически в течение двух лет. Поэтому, друзья мои, вот вам грубая статистика. Бюстгальтер должен облегать, но не натирать. Он должен быть комфортный в движении. После него не должно быть какого-то дискомфорта. Вам не должно где-то колоть, тереть, что-то сильно сжимать. То есть вам должно быть очень-очень комфортно в бюстгальтере. То есть вот такой бюстгальтер будет действительно вам подходить и оказывать то действие, ради которого он нужен. То есть он должен поддерживать грудь, но не стискивать ее до такой степени, да, что все кровотоки, лимфотоки, все там пережимается. Поэтому, друзья мои, про это, пожалуйста, помните. Да, сейчас женщины любят разное белье, ну уж один раз там в каком-то большом промежутке. Уж если вам так хочется, чтобы прямо все было видно, вы, конечно, можете такой бюстгальтер одеть. Но опять же это крайне не рекомендуется, потому что последствия, как я уже сказала, могут быть очень-очень серьезны. Поэтому прямо сегодня, завтра разберите все ваше белье. То же самое с трусиками. Трут, натирают, неприятные ощущения, где-то колет, где-то чешется. Убирайте их из своего гардероба. Все-таки выбирайте более натуральные ткани. Выбирайте более удобное белье. Тем самым вы защитите себя от различных неприятностей в будущем. Друзья мои, это действительно очень важно. Я вам крайне это рекомендую. Я жду ваши вопросы в комментариях. Обязательно мне их пишите. Прямо проливчики, прям выкидывайте, да. Так как иначе они у вас будут лежать в определенный момент. Вы их опять оденете. Особенно разные там со стразами, да. Которые соски все потом в крови от этих страз. Вот будьте аккуратнее. Все-таки без такого фанатизма. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всего самого наилучшего. И до новых встреч. Пока-пока.